Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу особенности породы английского кокера Спаниеля. И давайте же начнем с роста, а также массы тела. Высота в холке кобелей составляет от 39 до 41 см, а высота в холке у сук составляет от 37 до 39 см. Вес колеблется сук от 10 до 14 кг, а кобелей от 14 до 20. Как вы видите, я почти достаю до колена Ангелины, хотя на небольшого роста. Шерсть Спаниелей не кучерявая, длинная, шелковистая, слегка вьется, а также хорошо выражен подшерсток, особенно он густой зимой. Ушки длинные, а также застренная мордочка. Грудка вьется шерстью, хвостик купированный. Так вот я изящно стою, ведь я английский кокер Спаниеля. Изначально представители данной породы были выведены для охоты, но спустя некоторое время собаки перешли в категорию выставочных, приобретая определенные характеристики. Хвост принято купировать, но охотничьих видов его длина составляет до 13 см. Давайте поговорим про особенности тела. Тело мускулистое, имеет плавные переходы и изгибы, приземистая. Голова немного плоская, морда хорошо выражена. Глаза влажные, умные, сильный прикус, крепкая шея, сильные лапы, которые покрыты густой шерстью. Особой гордостью спине являются уши. Ушные раковины широкие, длинные, плотно прилегают к черепу, обрастают шелковистой шерстью. Продолжительность жизни собак составляет до 15 лет. Стоит также отметить, что представители моей породы довольно быстро реагируют на смену настроения своего хозяина. Теперь давайте поговорим о характере. Кокер отличается очень подвижным и сильным характером. Одновременно у английских спинелей любознательный и довольно дружелюбный нрав. Они будут с одинаковым интересом обнюхивать какой-нибудь незнакомый предмет во время прогулки или знакомиться с новым членом семьи, гостем. Кстати, стоит отметить, что спинели являются довольно приветливыми животными. Они легко уживаются в одном доме с детьми, кошками, другими собаками и даже морскими свинками. Ура, курочка, обеденный перерыв. Моя резиновая курочка. Давай, я ее поймаю. Ну давай, поднимай ее. Че я должна поднимать? Курочка, давайте поговорим о недостатках, а потом о плюсах. Вот такой вот лай у спинелев. Это является недостатком. Также часто подтвергаются уши ушным инфекциям и частые расчесывания и стрижки. Значительная линька при радости или испуге, мочеиспускании. Теперь давайте поговорим о достоинствах. Интеллигентные, активные животные. Преданные собаки, навсегда привязываются к членам семьи. Станут идеальными питомцами для семьи с детьми. Давайте поговорим об уходе. Что касается ухода за кокером, то он не слишком отнимает много времени. Ключевым моментом в уходе является своевременное расчесывание и мытье шерсти. Три раза в 10 дней будет вполне достаточно, а уши нужно отчесать через день. Большие ушные раковины полностью прикрывают внутреннее и среднее ухо. Благодаря этому имеется вероятность воспалительных процессов, развития демотокоза в ушах и появление атита. Чтобы этого не возникло, необходимо постоянно проверять ушные проходы и обрабатывать их в профилактических целях. Вот мы посмотрели видео и теперь вам решать заводи спинели или нет. Мы очень сильно старались и решили рассказать самое важное про английских кокеров спинели. Также плюсы и минусы. Но если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить лайк. Также подписаться на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok